В Аганской амбулатории сегодня особенно многолюдно. Очереди практически в каждый кабинет. Кто-то на прием к врачам из Ханты-Мансийска пришел впервые, кто-то не упускает возможности получить консультацию окружных врачей и посещает их регулярно. Я сегодня в 8 часов пришла. Прошла уже лор врача, прошла невропатолога, прошла хирурга, прошла гинеколога. Мне, например, специалисты очень нравятся. Внимательные, доброжелательные, все выслушивают, все жалобы. Про наши болячки расспрашивают, рекомендации дают, да, конечно, обязательно. Рецепты выписывают. Как это такая возможность, как не прийти, конечно. Мы стараемся всем поселками, все люди идут, и дети, и взрослые. Мы так очень рады, что к нам такие специалисты приезжают. Все, кому куда надо, практически все врачи есть. Вот мне к невропатологу я пришла с ребенком, и дальше невропатолог отправит нас, допустим, к хирургу. Ну и дальше кому куда надо. И флюорография, и все есть. Вообще, мы очень хорошо, мы очень рады, и мы всем довольны. И всем большое спасибо, конечно. У врачей в арсенале передвижная лаборатория и все необходимое для диагностики оборудования. Например, офтальмолог не только оценит зрение и состояние глазного дна, но и сразу подберет нужные диоптрии и выпишет рецепт на очки. Профилактика и выявление глаукомы – цель, которую ставят врачи. Именно поэтому здесь каждому измеряют глазное давление. Его повышение – сигнал к дальнейшему более тщательному обследованию. В основном идут они с катарактой, глаукомой, близорукостью, то есть с нарушением рефракции. Очень много пациентов с конъюнктивитами, с инородными телами идут даже. У нас в наличии все есть, то есть мы можем очочки подобрать, и давление внутри глазное померить, посмотреть, сколько человек видит, то есть визус проверить, посмотреть глазное дно, то есть полное обследование. По соседству в кабинет отоларинголога обращаются жители, которые отмечают у себя снижение слуха, осиплость голоса или боли в горле или ушах. Это самые частые причины обращения к лору. Опытный специалист сразу проведет полную диагностику. С помощью специального аппарата сделает аудиометрию, оценит состояние слуховой трубы и, конечно, проведет комплексный осмотр лор-органов. Для этого есть все необходимое. Весь расходный материал, начиная, все у нас одноразово, у нас нет ничего многоразового для того, чтобы мы могли посмотреть всех, каждого пациента. У нас с собой аудиометр, то есть мы можем проверить слух, мы можем посмотреть голосовые складки, мы можем посмотреть аденоиды у детей, мы можем посмотреть, естественно, уши, мозг, горло, все, что вот так вот необходимо, все, чем владеет любой врач или лоринголог. Работать на территории Нижневартовского района передвижная поликлиника будет до 10 декабря. Впереди у специалистов и еще приемы жителей деревни Ваты, села Варьоган. После команда врачей отправится обратно в окружную столицу, завершив командировку по Югре, которая началась еще в сентябре. Алена Новик, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района, Аган. Специально для Югра-24.